19 января весь православный мир отметил праздник Крещения Господни. В храмах прошли торжественные литургии. Для желающих окунуться в святую воду были оборудованы крещенские купели. Несмотря на холодную и снежную погоду, нашлось много желающих. Праздник Крещения, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием – крещением Иоанна Претечи и Иисуса Христа в реке Иордан. Крещение также часто называют Днем Просвещения – знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Само слово «крещу» в переводе с древнегреческого означает «погружение в воду». Считается, что окунувшись в крещенскую купель, люди смывают себя накопившиеся за год грехи, но, несмотря на холод, никогда после этой процедуры не болеют. Стоит отметить, что троекратное опускание в воду на крещение – это не просто купание или закаливание. Это глубокий религиозный обряд, к которому надо подходить очень трепетно и, конечно же, заранее готовиться. Я уже три года хожу каждый год. Очень понравилось, и стараюсь повторять эту традицию. Как холодно было? Не холодно? И как ощущения? Первый раз было сложно, а сейчас уже нет. Поздравляю всех с крещением. Дай Бог тебе здоровья. Стараюсь аккумуляться каждый год. Единственное, в прошлом году из-за пандемии у нас не было купель, и мы дома из ведра. Это величайший праздник, когда крестился наш Иисус. Ощущения изначально были непередаваемые, но после выхода из воды сразу тепло, сразу колики. Очень здорово. Всем советую. Несмотря на небольшой мороз и снег, желающих окунуться в крещенскую купель, оборудованную на территории храма Александра Невского, было достаточно много. Среди смельчаков были и совсем юные славянцы. 12-летний Сергей Салдаев уже второй раз принимает участие в крещенских купаниях. Как рассказал мальчик, после этого он вообще не болеет. Я просто захотел... Ну, я слышал легенду, что если будешь купаться в купеле, то не будешь болеть целый год. И мне не очень хочется болеть, и я решила скупаться. Крещение – очень светлый праздник. В этот день в храмах всегда многолюдно. Верующие приходят, чтобы принять участие в праздничных богослужениях, помолиться за своих родных и близких. Мы приходим, чтобы поправиться, не болеть, очиститься. Господь Бог очистил воду с вечера, осветил ее. Поэтому идем, чтобы получить здоровье. Помолились за деток, чтобы у детей все было хорошо, внукам, правнучкам, чтобы и нас как бы... Помолились за сына погибшего на войне, чтобы у него там... Хотя он приснился и сказал, мамочка, не волнуйся, я живой. Здесь все живые. Поэтому мы молимся, ходим, верим в том, что Господь Бог сам окунулся и всем-всем послал в радость, чтобы была нам радость в жизни. С праздником всех верующих поздравил настоятель храма Александра Невского, отец Дмитрий. Был проведен крестный ход, а также торжественная литургия и чин освящения воды. Воду, которую освящают 18 января, верующий называет Богоевленской. Вода, освященная 19 января, получила название Крещенская. Обе воды, по сути, одинаковы. Их называют Великой Агиасмой, то есть святыней. Набранную освященную воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа События.